Общественный деятель, историк, литератор и коллекционер. 175 лет исполняется со дня рождения Владимира Поливанова. В 1895-м он создал Симбирскую губернскую ученую архивную комиссию, специалисты которой собирали документы, предметы старины, произведения искусства. Приоритеты также ставили на изучение памятников, имеющих историко-культурное значение. К ним Поливанов относил автографы, дневники, мемуары, неизданные сочинения писателей, древние жалобные грамоты. Со всей присущей ему энергией участвовал в создании историко-археологического музея при ученой архивной комиссии. И спустя почти два века в Ульяновском краеведческом музее открыли экспозицию в честь выдающегося земляка. Мы рассказываем на этой выставке о Поливанове не только как о представителе дворянского рода, известного в России еще с 14 века. Мы прежде всего хотели рассказать о Владимир Николаевича как о настоящем патриоте Симбирского края. Благодаря его неуемной энергии, благодаря его разносторонности, интересов, благодаря широте его поля деятельности, мы сейчас имеем раритеты. Кокошник, расшитый золотой нитью и жемчугом, экспонат из русской глубинки. А вот античные кувшины – дары Херсонеса Таврического. Рогатый шлем и кинжал с затейливыми узорами были найдены в Иране, а парадные секиры – в Европе. С 1890 года он по открытым листам, которые получал от императорской археологической комиссии, он проводил исследование одного известного памятника. Это Муранского могильника. Сейчас это территория Самарской области, но в прошлом это была территория Симбирской губернии. Экспозиция включает документы, фотографии и предметы из коллекции Ульяновского областного краеведческого музея. А Акшуатский музей имени Поливанова передал коллегам предметы усадебного быта. Экспозиция будет работать до 10 марта. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Уллправда ТВ.